Саргас, моя мама, уже 30 лет накладывает на меня порчи. Она портит мне жизнь, ненавидит меня, звонит и поливает грязью. Но это же мама! Всем привет, с вами Саргас. Фраза «Ну это же мама, ну это же родственники меня просто убивает». Видите ли, в чем дело? Кланово-племенные отношения, которые были необходимы сколько-то там тысяч лет назад, немножечко отошли в прошлое. Теперь человек, если его изгоняют из общины, скорее всего не умрет. И скорее всего вам не обязательно терпеть унижения, порчи, проклятия и просто какие-то абьюзивные отношения с родственниками. Постараюсь пояснить это с точки зрения магии. Очень часто ко мне обращаются люди, которые испытывают проблемы, исходящие от их кровных родственников. Ну классика это мать, бабушка, изредка отец, может быть какая-то тетя, но обычно это мать или бабушка. Что происходит? Мать или бабушка либо тянет энергию, то есть звонит, ноет, ругается, пытается либо вызвать жалость, либо вызвать негативные эмоции, ну попросту является энерговампиром. Это еще ну как-то плюс-минус допустимо. Если энергии у вас достаточно, то в принципе пожилым родственникам можно иногда ее чуть-чуть дать, но сознательно поделиться. Как противостоять энерговампирам я рассказывал в видео, если не ошибаюсь, секрет боевого мага, можете посмотреть. Там я рассказываю, как снизить чувствительность и защититься от подобных воздействий. Но речь сегодня не о том. Речь сегодня именно о более серьезных воздействиях, будь то материнские порчи, проклятия и в целом негатив, который исходит от родственников. В недавнем видео я рассказал, что вот, знаете, Саргас, у меня там родовой негатив. Нет никакого родового негатива, есть негатив, который исходит адресно от конкретного ублюдка, который почему-то является вашим кровным родственником. И эту проблему я рекомендую решить. Классическая ситуация, пишет женщина, говорит, здравствуйте. А, не пишет, прошу прощения, скайп-консультация, вот совсем недавно. Здравствуйте, моя мать накладывает на меня порчи. Там я, ну, всю ситуацию обрисовывать не буду, там на самом деле все сложно и запутано. Но, если вкратце и в общих чертах, мать накладывает порчи, что делать? Разорвать связь с матерью. Это непросто, это энергозатратно, и неопытный маг вряд ли сможет это сделать. Но, если вы обратились к опытному магу, например, ко мне, написали, что у вас проблемы, исходящие от родственников, канал к родственнику отсечь можно. Но, есть нюанс, если вы продолжите хоть какое-то минимальное общение, то канал с большой долей вероятности восстановится. Поэтому, для начала, прежде чем обращаться с разрывом канала между кровными родственниками, ну, то есть между вами и вашей матерью, между вами и вашим отцом, между вами и вашими детьми, что тоже, кстати, бывает, хоть и редкость. То есть, обычно все-таки людям вредят их родители, а не их дети. Но, всякое случается. Так вот, я рекомендую предварительно месяцом просто не общаться с родственниками вообще. То есть, если у вас есть проблемы, обратитесь с зачисткой, почиститесь, все уберите, поставьте обычную защиту, ну, какую там ставит конкретный маг, там, у каждого свои методы, и подождите. То есть, вот у вас чистая энергетика, у вас защита, и канал все еще к родственнику идет. Защита будет минимизировать исходящий от него негатив, но, тем не менее, по чуть-чуть он просачиваться будет. Но, здесь важный нюанс. А сознательно постарайтесь не общаться, не поддерживать никакие отношения с человеком, который вам вредит. Я не говорю, что вам обязательно нужно, там, вот, родители, там, меня угнетают, я с ними хочу разорвать отношения. Нет. Речь именно о патологических ситуациях, когда вы четко осознаете, что ваш родственник – злобная тварь, которая не желает вам ничего хорошего. А если вам 16, и вы думаете, что ваши родители на вас давят, не торопитесь. Это все-таки видео для взрослых людей, у которых пожилые родители, и если вам, там, меньше, ну, хотя бы 25, там, 20, ну, двух, можете даже не париться. Возможно, у вас просто еще не устаканится отношение с родственниками. Они, может, еще воспринимают вас как ребенка. Это видео для людей взрослых, у которых уже точно годами сложившиеся плохие отношения с родственниками. При этом, сам родственник этого может, ну, не то чтобы не осознавать, он, скорее всего, так это воспринимает. Типа, ну, да, дурачок, что с него взять? Ну, я ж его и такого люблю. Ну, конечно, жена его меня не устраивает, и дети у него дураки. И работу он, скорее всего, потеряет, да. Но ничего, мы его родители, мы его примем, мы его всегда ждем. Ну, это не конкретный пример, но это собирательный образ от очень многих моих пациентов. То есть, люди, ну, фактически каждый день накладывают на человека порчи. Вот подобный негатив, даже словесный, от родителей, от кровных родственников, это практически стопроцентная порча сразу. То есть, если это кто-то чужой вам скажет, то, ну, будет там немного у вас в горловой чакре негатива, это не критично. А от родственника это сразу порча. Здорово, да? Хорошо иметь родственника. Классно общаться с семьей. В общем, если такое происходит, то прекратите любое общение. Вот. Раз и навсегда. Не знаю, выбрать стесимку, перейти в другой город, общайтесь через кого-то, там, я не знаю, если вы помогаете пожилым родственникам, то передавайте там им деньги или какие-то материальные ценности через вашего брата, не знаю, родственника, сиделку. Но не общайтесь с ними напрямую вообще. Скажите, что умерли, уехали в другой город, хотите взять паузу в отношениях и вот месяц, пусть у вас будет такой на раздумье. Не то, чтобы вам необходимо время или что-то такое, просто бывает сложно полностью отказаться от взаимодействия. И если вы не можете отказаться, то и смысла разрывать кровные узы никакого нет. Ну и когда вы разорвете кровные узы, разумеется, не нужно поддерживать никакие отношения, нужно поставить еще одну защиту, при необходимости еще раз предварительно почиститься и все, ваши проблемы исчезнут. С этих пор негатива от родственников до вас доходить будет не больше, чем от другого незнакомого вам левого человека. То есть максимум это какой-то бытовой негатив там в горловой чакре или какую-то там сферу жизни они обсуждают. Важный нюанс, это разрыв связи с одним конкретным человеком. Если вы разорвете связь с матерью, от вашей бабушки негатив продолжит поступать. Если у вас родственников ну прям очень много, можно разорвать связь либо адресно с каждым из них, но это на самом деле очень муторная, долгая, кропотливая работа, либо разорвать связь со всем родом. Тут уже сложнее. То есть если вы разорвете связь с родственниками, то и ничего страшного. Как бы вы останетесь в эгрегоре рода, с другими родственниками вы сможете поддерживать нормальные отношения, ничего страшного не произойдет. Вы просто вычеркните одного конкретного человека из вашей жизни. Вот если вы разорвете связь со всем родом, то здесь есть нюансы. Видите ли в чем дело? Большинство людей все-таки состоят в эгрегоре семьи. Даже если у них там один, грубо говоря, кровный родственник, все равно какой-нибудь там хиленький эгрегор, наверное, есть. И если вы сирота, давно не общаетесь ни с кем из родственников, не поддерживаете ни с кем отношения, и вот там кто-то один-два из вас пьют кровь, ну грубо говоря, у вас есть пара человек, с которыми у вас плохие отношения, с остальными родственниками вообще никаких, то разрываете связь с родом, ничего страшного. Я понимаю, что сейчас последователи Великой Руси, возрождатели рода, Славяна Арии начнут кричать в комментариях, что это же недопустимо. Вы что, Саргас, это же наши предки! Тихо! Русь-то в опасности! Но нет, это полный бред, не слушайте всяких сумасшедших. Если вы не взаимодействуете с родом никак, то помощи вам от него никакой уже сейчас нет, и связь с ним разрывать можно без всяких проблем. Обычно в чем заключается проблема разрыва связи с эгрегором? В том, что энергия вам перестанет поступать. Все. Ну, с религией могут еще отобрать то, что давали. А там есть нюансы, там надо переходить в эгрегор ступенью выше, но если у вас и так не было никакого взаимодействия с эгрегором, то ничего плохого и не произойдет. Ну, максимум, если даже была какая-то подпитка, что вряд ли. Я, честно говоря, не встречал ни одного человека, которому бы эгрегор рода хоть как-то помогал. Может быть, такие и есть, но за более чем 12 лет магической практики не встречал ни одного. Серьезно. Так вот. Разрывать связь с эгрегором рода тоже можно. На это тоже способен сильный опытный маг. Например, я. Обращайтесь в комментариях, есть все ссылки. И там немного ситуация проще. То есть, вы можете продолжать общаться с родственниками, которые вам не вредят. Это важно, потому что разрыв связи с эгрегором рода – это одно. Но взаимодействие с конкретными людьми – это другое. То есть, если даже вы как бы формально, с магической точки зрения родственниками уже не являетесь, то все равно при общении между людьми, даже не кровными родственниками, не родственниками вообще, все равно устанавливаются каналы. Поэтому в любом случае с людьми, которые вам вредят, взаимодействовать не нужно. Я уже рассказывал об этом, когда приводил примеры. «Человек обратился ко мне за помощью, что женщина накладывает на него порчи. Я снял воздействие. А он на следующий день пошел к мне пить чай». Как так вообще можно? Я все понимаю. Но если вы знаете, что человек вам вредит, неважно там порчами, приворотами, присушками, отстудами и прочее, зачем с ним взаимодействовать? Не будьте ссыкуном, возьмите уже свою жизнь в свои руки и просто откажитесь от абьюзивных отношений, неважно с магической или с просто социальной точки зрения. Вам не нужно общаться с людьми, которые вам вредят, которые желают вам зла, которые элементарно грубо с вами обращаются. Не нужно! Никто вас не заставляет! Вы взрослый, адекватный человек! Вы свободны! И ведите себя как взрослый, адекватный человек, а не как ребенок, которому нужно слушаться родителей. При этом, разумеется, подходить к этому всему нужно осознанно. Если у вас просто сейчас тяжелая ситуация, там вы плохо общаетесь с родственником, вот конкретно на этом этапе жизни, буквально там месяц, два, три, это еще ничего не значит. Опять же, речь идет о ситуациях, когда люди годами испытывают проблемы и годами не могут от этого отказаться. Я надеюсь, что кому-то помог. Если у вас есть магические проблемы, обращайтесь за магической помощью. Если вы хотите сами стать магом и решать свои проблемы и проблемы своих близких, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги, амулеты и мастер-классы в магической лавке. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова